Всем привет! У нас выходные и сегодня мы выдвигаемся на новую локацию в Чехии, где еще не были. Находится она очень далеко. И куда, девочки, мы едем? В Чешский Крумлов. Да, именно в Чешский Крумлов сегодня едем на один день. Посмотрим на этот город, покажем вам, что увидим своими глазами. Так что погнали! Ну что, Моряшек, что ожидаешь увидеть? Ожидаю увидеть что-то красивое. Да? Необычное? Да. Посмотрим, что же там необычного и красивого есть в Чешском Крумлове, да? Ну окей. Мама, а ваши какие ожидания от поездки? Я надеюсь, что хорошие. Хорошие? Да. Надеюсь, голова болеть не будет. Ну, если не будешь думать про голову, то она болеть не будет. Никого не укачает. И что-то там есть интересное. Так, ну что, ребят. Короче, наверное, расскажем вам для начала, как добраться на Чешский Крумлов. Значит, мы приехали в Прагу, метро Андел. И вот с этого метра вам нужно будет пойти, вот, Эквабанк. И вот туда вниз, там, получается, будет у нас автобусная станция на Книжице. И вот оттуда будем ехать в Чешский Крумлов. Ну, а мы сейчас пока идем в торговый центр гулять, потому что времени у нас еще позволяет. Кстати, ребят, мы сейчас находимся в магазине H&M на Анделе. Один такой из самых больших магазинов. Здесь и детская одежда, и, вот мы честно, это же детская одежда находимся. Также тут есть и женские, и мужские вещи. Короче, выбор очень офигенный, цены тоже очень крутые, так что можете смело заходить. Тарится такая себе мини-рекламка. Так, что мы тут выбираем? Чокер. Чокер, чпокер. Два штучки, да, в комплекте? Тут еще четыре. А по цене такой же, да? Может, тут украл? Это мне. И вот, собственно, так выглядит у нас на книжице вокзал. Вот такой вот вокзальчик. И ищите свои платформы. А у нас платформа номер один. Это платформа, которая едет на чешский Крумлов. Ку-ку. Привет. Марьяна в Новых Чичах с чокером. Чокером и с очками. И вот у нас платформа номер один. Отсюда мы держим путь на чешский Крумлов. Там как раз и написано, какие города едет. Наш старый добрый Писек. Чешский Будьевица, чешский Крумлов. И лип на Додолтавое. Так что отсюда и будем держать путь. Ку-ку, сечки. Ну что, ты куда пригнала? А где мы сейчас? Мы где вообще? Мы на улице. Это класс. Мы приехали в чешский Крумлов. Наконец-то. Три часа дороги. Автобусом тяжело, но с кондиционером очень хорошо. Так что сейчас будем рассматривать и гулять по этому городу. И вот будем смотреть Крумлов. Тоже город красных крыш. Вот такой красивенький городок. Так, путеводитель наш. И видончики такие. Вдобавок к игаришке. Добрый день! Добрый день! Добрый день! На салу, это подправа. Чайо! Ну что, мы сейчас в центре Крумлова. Гуляем с девочками. Заказали себе рафтинг. Вот такую штуку. Посмотрим, что мы тут будем плавать. Короче, вот такое движло тут сумасшедшее происходит. Короче, Крумлов, столица рафтинга. Уже не хочешь? А как они такое спустились? А мы сейчас смотрели, а сейчас увидим, как они спускаются. Да, вон горка, видишь? Как страшно, если в район. Ну, так будет. Когда они в четвером. Просим тебе мужа, ну, делать возврат. Нет, если ночью ночь, то пусть расскажут, как себя чувствуют. А, вон они здесь появляются. Смотри, как плавно. Как на гор, как этом. Круто, пошли. Короче, вот такими вот уличками мы путешествуем в поисках нашего отеля. Красивый, конечно, городок. Маленький, красивый. Обходить можно, в принципе, за день. Вот. Что мы, в принципе, будем и делать. Так, ребятки, ну, а теперь же, конечно, покажу вам наш номер, что мы сняли. Рум-тур. Дрова, стекла можно? Что тут у нас за номерок? Так, одна кроваточка. Есть дверь, можно уже закрывать. Кто тут? Мама наша. Зеркальце. Вторая кровать, третья. Столик, кофе. Все как положено. Здесь у нас туалет, душ, фенчик. Кабинка такая. Спрятался тут туалет. Бумаги, самое главное, кучу наложили. Вот, такой вот хороший видончик на дорогу. Короче, сняли мы этот номерок. Стоимость 75 евро. Это где-то 1900 крон примерно. Входит еще и завтрак. Так что будем еще кушать. Теперь идем гулять на рафтинг, покорять волны Волтавской реки. Которой мама боится. Да, никто не боится на самом деле. Сейчас посмотрим, как оно будет. Вот, так что просто не планировали и не приспособились к этому. А так мы посмотрим. Но это самое крутое здесь развлечение, которое многие чехи, многие иностранцы приезжают. И здесь ради того, чтобы поплавать на каноэ, на рафтинге. Вот, поэтому мы тоже будем свою эту мечту реализовывать. Малина. Продолжение следует... Ну что, Марьянчик, готова к сплаву? Будешь грести? Да? Сейчас посмотрим. А ты? Грести будешь? Не очень готова. Грести буду, но не очень готова. Короче, сейчас плывем. Заплыв. Нас везут на пункт назначения, а потом поплывем в пункт последний к пивовару. Там мы, наверное, и будем заканчивать с пивом. Посмотрим. Нас там ждет сколько? Четыре спуска таких? Или пять спусков? Такие вот машинки нас сейчас отвезут. Одна, вторая, такие вот канони, рафтинги. Ну что, мы погнали? Ну что, сбылась мечта? Страшно. Отдыхаем? У вас включена камера? Конечно, конечно. Ребята, ребята, мы на рафтинге плывем. Вот парички. О, смотри. Приехали за сколько-то там километров покататься на лодке. Ну а что ли нет? В Праге нам не такое. В Крылупах над Славой тоже не такое. Девчули, ну что там? Для наших подписчиков и зрителей, как вам ощущения? Вы думали, что вы будете сегодня плавать по речке Лутава на рафтинге? Нет, не особо. Такой сюрприз получился, который сам даже не ожидал. А поплыли, поплаваем? А поплыли. Все плывут, и мы поплыли. Короче, расскажем, что по стоимости. По стоимости все зависит от того, что вы выбираете, насколько хотите, на день, на полдня. Крумлов весь оплыть или полкрумлова оплыть. Короче, разные вариации. Но мы выбрали на 2 часа определенные там какие-то локации. Получается в среднем 4 километра где-то мы проплывем на рафтинге. Вот. Стоимость 500 крон с человека. На ребенка сделали скидку 50 процентов. То есть получилось 250 крон в сумме 1250 за 2 часа. Ну, нам дали час в подарок, то есть сказали 3 часа. Вот ребята купаются уже. На улице жарище, тридцатка. Поэтому можно себе позволить. Но вода ледяная, холодная. Я вообще не представляла, что я вообще поплыву с веслом. Да, вот. Девушка с веслом. Вообще не представляла. Они взяли никакой одежды, ни формы. Кто-то в платье, кто-то еще там в чем-то. Ну, чтоб не сгореть. Вот. Но самое главное все это спонтанно происходит. Это очень крутые эмоции, крутые ощущения. И всем рекомендуем так же поступать. Куда-то поехали, случайно что увидели. Не жалейте денег, заработайте еще этих денег. И едьте, отдыхайте, наслаждайтесь и кайфуйте. Продолжаем. Да, кстати, не сказали вам. У нас будет 5 сплавов. То есть 5 таких спусков. Там есть опасные участки и есть безопасные участки. Ну, они так их называют. Нам сказали, что в безопасные участки будут такие стрелочки. И по этим стрелочкам нам нужно ориентироваться, чтобы спуститься. Так что будем еще снимать эти спуски. Так что смотрите до конца. И так сейчас будет первый спуск у нас с горочки. Показываем горочку. Это плохо. Показываем синее стрелочки. Да боже, мама, не бойся. Так. Мама. 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 Весла. А-а-а! Мне уже страшно. Погнали. Вот, Андар-басик слушайте. Ой, как ощущения? По правой грибло там слабенькое. Что? Так, это не так уж и страшно было. Ну да. Короче, ничего страшного нету. Первый спуск покорили. Послушай, я чуть не упала. А я видела, что у нас на лодке, они просто так сплыли. И все, так плавненько, а мы как-нибудь... Это здесь проходят какие-то соревнования. Тут крутят просто этими, между этими штуками. Так, вот это вот очередь, короче, на спуск. Стрелочки, видите, указывают налево. И вот все в левую сторону придерживаются. И потом сейчас будет спускаться вниз. Только что была такая экстремальная горка. Чуть не все не выпали. Чуть не выпали с лодки. Так что было круто. Народу много. Так что вот так, жарко. Добрый день. Соня, давай, я в тебе верю. Маняна, держи весло. Левая сторона. Да еще ничего не произошло. Давай, в левую сторону вперед. Мне кажется, что орать не надо было. Боже, все мокрое. Жопа мокрая. Все мокрое. Супер. Очень хорошего. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На, моряшек, два часа грибки. Подскажи, какой папа мокрый после рафки. Так воят. Галерея какая-то. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Передаем колорит отрожки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ребятки, посмотрите, какая красота просто. А тут мы сегодня, кстати, плавали. На лодочке своей, на рафтингу спускались. И здесь, кстати, надо было спускаться аккуратно и вёсла держать. Такой вот спуск. Красотища просто. Очень классно. Жди. Доброе утро. Снимай уже свою маску. Да, мы не с похмелья, у нас второй день. Мы уже выселились с отеля. И сейчас идём досматривать недосмотренные места Чешского Крумлова. Посмотрим, конечно, куда нас доведёт дорога. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, как вам Замец Казограда? Красиво? Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А сейчас приготовьтесь к очень крутому виду. На чешский Крумлова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выборни. Да, здорово. Кайф. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И вот, друзья, такой видончик. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, друзья, у нас последний день. Мы уже отгуляли, отходили, посмотрели. Везде покушали. Везде покушали, везде побывали, где только можно было. Мы все рассмотрели. Так что поездка в Крумлов стоит. Планируйте, едьте. Интересно будет посмотреть. Берите купальник. Берите купальник и купаться, особенно в лете. Ну, вода холодная, так что не простуживайтесь. Ну, а так это стоит, конечно. Стоит побывать, походить, посмотреть. Экскурсии, плато, природы. Ну, а мы будем ехать домой, трудиться, дальше зарабатывать денежки на следующие отдыхи. Так что всем спасибо за просмотры, всем удачи и пока! Пока!